Как рассказал заместитель мэра и глава конкурсной комиссии Юрий Степанец, все претенденты, которые изъявили желание участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности, начальника управления коммунальной собственности горсовета, набрали необходимое количество баллов после написания письменного экзамена и были допущены ко второму этапу в собеседовании. Словом, претендентов четверо, и каждый из них имеет свое видение, как усовершенствовать работу управления. Конкретный вопрос оискателям задал исполняющий обязанности первого заместителя городского головы Александр Алифир. Его интересовало, в какие сроки каждый из претендентов в случае победы сможет провести инвентаризацию объектов коммунальной собственности. Ответы были разные. Кто-то вопрос времени ставил в зависимость от слаженной командной работы, а кто-то рассчитывал справиться до нового года. Депутаты городского совета от оппозиционного блока озвучили вопросы, которые были адресованы конкурсной комиссии. Выяснилось, что по блока свое видение процедуры проведения конкурса. Мы провели маленький анализ. По факту, второго тура испыта, такого даже по постановке Кабминовской нет. То есть вы в течение, как глава комиссии, должны в течение трех дней уведомить всех конкурсантов, кто из них победит. Вы, как всегда, обманываете. Кабминет министров Украины постановлено 15 лютого 2002 года. Блокер 169. Говорит, а именно пункт 25. Конкурсная комиссия на представлении ровно поданных документов в результате испытов и спик-беседы с кандидатом, который успешно складывал испыт, на своем заседании с действием выбираем сил для занятия права. Кто же все-таки займел должность начальника управления, станет известно уже 13 мая. Вы завтра можете принять решение? До завтра. До завтра. По архитектуре и по... До завтра. Хорошо. Завтра будут известны результаты по двум нашим конкурсам на должность главного архитектора города и на должность начальника управления коммунального майна. Луиза Еремина, Руслан Черняли, СМСН Дайджест.